Дежурный спешит распахнуть ворота войсковой части. Эта автоколонна ждать не может. Подвижный узел связи по команде за считанные минуты должен выдвинуться в назначенную точку. У каждой аппаратной свой норматив. Аппаратное оконечных устройств разворачивается по времени 1 час 40 минут. Это занимает больше всего времени. Остальные аппаратные разворачиваются от 30 минут до часа. Чтобы добиться таких результатов, тренировки связисты проводят еженедельно. Едва колонна останавливается, в небо устремляются антенны аппаратных. И вот спустя едва ли полчаса капитан-лейтенант Юрий Давидюк уже запрашивают в эфире корабли за много тысяч километров от своей радиостанции. Сложные выезды бывают, особенно когда погода не позволяет, грязь, дождь. Ну, благодаря тому, что машины, собственно говоря, проходимые, умудряемся проехать, где только скажет наше руководство. Связь устанавливаем без сбоев. В составе этого подвижного узла станции способны установить связь практически в любом диапазоне. Масштабное учение флота, чрезвычайные ситуации. В этих случаях в первую очередь необходимо обеспечить переговоры командования с кораблями в море. А этот автомобиль показывать можно только снаружи, а внутри же самое современное оборудование. Эта станция может через спутник обеспечивать 8 различных каналов связи. Кроме обычной телефонной, это еще и возможность проведения видеоконференций и передачи данных. Писк морзянки и современные компьютеры в этом помещении дополняют друг друга. Узел связи Приморской флотилии Тихоокеанского флота – это тандем современности и надежности. Аппаратура расшифровывает сигнал, переданный Азбукой Морзе, и сама отправляет его адресату. Находясь в любой точке Мирового океана, корабль, судно работает на свой берег. Мы здесь это сообщение получаем. И оно по автоматизированным каналам сразу же выдается, передается на Владивосток и, соответственно, Москву. А эти два оператора обеспечивают телефонной связью сразу всех абонентов Приморской флотилии. Лилия Лучкова, старшей смены, теперь лишь смеясь вспоминает, как работал этот коммутатор всего каких-то 15 лет назад. Огромные телефонные станции теперь заменяет компьютер и аудиогарнитура. На ручной телефонной станции, ручного управления РТМС, большое количество шнуров и шнуропар. Комплект ключей. Открывали ключами. Получали вызов, открывали ключ, вставляли шнуропару, опрашивали абонента и соединяли его с другим абонентом. В профессиональный праздник связистов Приморской флотилии командование награждает медалями за отличие военной службы и почетными грамотами. Ведь это благодаря в том числе их работе корабли Тихоокеанского флота отличились на международных учениях морское взаимодействие 2012, вовремя получая и выполняя приказы командования флотом за тысячи миль в Желтом море. Андрей Кормоданов, Андрей Дека, Приморский край, телеканал «Звезда».